90-летие, бриллиантовая свадьба и 70 лет Великой Победе. Сразу несколько юбилейных дат в этом году празднует ветеран Великой Отечественной из Кзлорды Асанбай Абрахманулла. Подарки и поздравления бывший артиллерист принимает не только от родных и близких, но и от сотрудников агентства Хабар. Сотрудники медиахолдинга направили однодневный заработок в помощь ветеранам. Фронтовик получил новенькую стиральную машину. Угры номер 20, причем 180, огонь. О войне Асанбай Абрахманулла рассказывает так, словно вернулся в прошлое. Боевые расчеты, грохот снарядов, разрушенные города. Ему едва исполнилось 17. Спешный курс молодого бойца и сразу на передовую. Первый бой в Японии. Его стрелковую дивизию бросали на самые опасные участки фронта. Противостоять врагу, говорит бывший артиллерист, приходилось с ценой невероятных потерь. Когда попадаем в цель, следом команда «Беглый огонь» 4, 8, 12. За час до 60 снарядов выстреливали. Людей теряли очень много. С воздуха, с земли старались нашу артиллерию уничтожить. Если попадут по позиции расчета, не убьют, так обязательно ранят бойцов. И 70 лет спустя фронтовик помнит каждый день войны. Не понаслышке знает, каково терять друзей и чувствует дыхание смерти. Поэтому 9 мая для него самый долгожданный праздник. С приближающимся Днем Победы сегодня ветерана поздравили и мы. Асамбайта, позвольте мне от имени всего агентства Хабар поздравить вас с наступающим праздником. И низкий поклон вам за победу и за ваш героизм. От нас, от всех. С войны Асамбайта вернулся в 51-м году. На его парадном пиджаке множество орденов и медалей. Вместе с супругой Рыскуль они вырастили 10 детей. И теперь вместе встречают счастливую старость в окружении внуков и правнуков. Вместе мы уже 60 лет. В этом году будем справлять бриллиантовую свадьбу. Вообще этот год для нас знаменательный. Мне исполнится 80, моему супругу 90. 60 лет совместной жизни и 70 лет Великой Победе. Мы счастливы. Огромное спасибо агентству Хабар за внимание, почет и за подарки. Очень благодарен всему творческому коллективу успехов. Живите в мирной, процветающей стране. И пусть никогда не будет войны. Асамбайта готовится встретить 70-й день Победы. Помянуть погибших друзей и опрокинуть боевые 100 грамм. Каждый год он с внуками приносит живые цветы к монументу славы. И хотя стойкости духа старому фронтовику не занимать, здесь, у вечного победного огня, вспоминая однополчан, он всегда украдкой смахивает скупые солдатские слезы. Райхан Тажбаева, Канат Инсибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Руслан Айтмамбетов, Казларда.